всем привет рада вас приветствовать на своем канале кто не подписан подписывайтесь чтобы не пропустить новые видео и полезную информацию у нас сегодня 10 февраля были пару теплых деньков он весь снег с потолка сошел теперь снега востока два метра хочу могу сказать вот после теплых деньков начала таять лед начал таять здесь значительно теплее чем на улице он видно да вода не провалюсь прикольно будет исправились хорошо пена начал образовываться не знаю почему но может много кислорода может рыбку увидим обычно есть тусит где-то с краешка короче пополню я вот как тогда сделал один раз накрыл пеноплексом собственно меньше замерзла да как как вариант можно использовать будет меньше замерзать но как бы не было таких лютых морозов как до этого почему замерзла поэтому наверное помогает и желательно большой лист сделать лед сковался когда да все заполнил делать по нью и сверху накрывать пеноплекс чтобы он был больших размеров чтобы пеноплекс вот так допустим лежал на льду а посередине было вот и конья теплый воздух не уходил минута не выхолаживалась рыбку почему-то не видно не знаю видно нету вот желтенький красненький пройду красавцы и мелочевка там и большие а ну-ка есть отключить компрессор вот так будет лучше и рыбку видно красавцы сидят жалко меня нету камеры чтобы я смог под воду опустить но тоже неплохо красавчики вот еще подплыли какой упитанный конечно столько кушать осенью вот так они вот тут живут двигаются мальки он может посмотреть какие упитанные все нормально это комета красно-белые малёчки карпакой пугаются боятся поэтому он диска и рация чуть-чуть отсвечивает не знаю как показать короче это отсвечивает вот так контур видно вот так что такие дела конечно да вот теплица на увели но увеличивает теплое время внутри помещения вот этого соответственно я уже думаю что если такая хотя бы ноль плюс один будет уже скоро все вода будет таять потому что вот смотрите края то есть уже палец влезает начинает оттаивать а за везде вон снега очень много я вот хотел инфракрасник повесить и так где-то сантиметров 20-30 может надо над уровнем пруда чтобы ночью допустим включает там на на час на два смотреть как он он бы и держал полыню на и в то же время нагревал бы вот здесь внутри помещение и активно бы сходил снег и соответственно было бы больше солнце быстрее прогревалась бы вот такие вот мысли кто пробовал у кого в теплицах пробовал ставить инфракрасники отпишитесь об своем опыте будет интересно почитать если что будут делать следующем году конечно я хотел сюда пушку этот водяной котел у меня есть на дровах но как-то под вопросом потому что мне кажется у него нет не та целесообразность если все городить ради там одного двух месяцев теплоты на спорный вопрос не знаю в принципе и так главное чтоб солнце было и вода начинает пруд начинает оттаивать плитка начала ходить отмерзла здесь он все отмерзает так что так рыба в порядке кто беспокоился не беспокойтесь все окей если она у меня в тех суровых условиях жила и прекрасно чувствовала никто не умирал в таких идеальных условиях она будете чувствовать намного вот так все таки в делам уже много рассады готова к весне что буду здесь подключать аквапонику которая у меня была будет вода из пруда из пруда сначала очищаться здесь для загрузку проходить без загрузку ультрафиолету лампу и идти по всей системе будут растения нитраты все съедать и водичка будет в хорошем состоянии единственное что я под сомнением пока по поводу вот этой без загрузки которая вот здесь вот потому что я думаю либо отсюда вниз воду пустить чтобы без загрузка плавала и через верх стекала или же вот так как у меня есть сейчас орошаемый фильтр орошаемая то есть сверху она падает на без загрузку протекает и снизу выходит вот как бы если она снизу будет подходить это уже будет такой циклон то есть внизу будет осаждаться вся тяжелая часть проходят через эти через без загрузку уже будет максимально очищаться и выходить но не знаю мне кажется там будет она подгнивать а так когда она сверху льется все время орошается она не так забивается и все как бы выгоняется вниз сюда вниз в пруд там или куда еще поэтому пока думаю если есть реальные доводы как лучше сделать тоже напишите с удовольствием почитаю и может обсудим в комментариях на этом все будем заканчивать следующем видео про мой про моя любимая манга расскажу выращивал ничего она откуда и так далее всем пока подписывайтесь на канал удачи